Декоративно-прикладное искусство не стоит на месте, постоянно развиваясь. Обработка древесины – один из видов мастерства, который сохранился и по сей день. И даже больше приобретает все более современную форму. У жителей Верхневолжии есть возможность познакомиться ближе с этим видом искусства на выставке работ воспитанников мастерской «Живое дерево». Подробности у Елены Кандидатовой. Художественная резьба по дереву – старинный народный промысел. Один из видов декоративно-прикладного творчества. Разновидность художественной обработки дерева, при которой узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, стамесок и других инструментов. Сергей Федотов с малых лет заинтересовался работой с деревом. И это именно тот случай, когда небольшое легкое увлечение или хобби может перерасти в дело всей жизни. Этим искусством я занимаюсь очень давно, еще с детства. Посещал сначала кружок интерси, есть такая работа с деревом, вид работы с деревом. Ну а когда уже работал в школе, занялся именно резьбой по дереву. И вот уже более 20 лет я ей занимаюсь. Когда накопился уже достаточно большой опыт в искусстве работы с деревом, Сергей Алексеевич образовал творческую мастерскую «Живое дерево» на базе Дворца творчества детей и молодежи. И вот уже в этом году коллектив отмечает круглую дату – 10 лет. За это время множество воспитанников прошли свой путь в мастерской, начиная делать домики и здания из пичек, заканчивая сложными объемными фигурами, кухонной утварью и другими предметами быта. На выставке в Тверском городском музее на выставочном центре представлены работы и юных мастеров, и тех, кто уже долгие годы создает шедевры из древесины, и тех, кто уже выпустился из студии, но продолжает заниматься любимым искусством. Моих работ здесь очень малая толика. Большинство – это работы детей, которые занимают у нас коллектив. В коллективе занимается более 120 человек. Мы сейчас набираем ребят от 5 до 20 лет. У нас занимаются дети. «Живое дерево» – это не просто творческая мастерская, где ученики изготавливают поделки из дерева. Это то самое место, где ребята знакомятся с видами древесины, ее особенностями, преимуществами и недостатками. Дерево совершенно разное бывает. Есть дерево податливое, например, липа, осина, ольха. А есть дерево очень неподатливое, очень упрямое. Это дуб, это карагач, это подук и многие другие деревья, которые являются экзотическими. Они очень плотные, поэтому с ними очень тяжело работать. Здесь учат быть по-настоящему дисциплинированным, усидчивым и внимательным. Ведь только так можно добиться результата и получить настоящее произведение искусства. Резьба по дереву – дело вовсе не простое, как может показаться на первый взгляд. Оно требует внимательности и терпения. Чтобы овладеть резьбой Падеева, ничего удивительного и качества таких больших не нужно. Нужна аккуратность, терпение. Нужно развивать в себе такие навыки, как глазомер. С появлением новых технологий и инструментов это искусство также развивалось. Появились новые направления и способы создания уникальных изделий из древесины. Конечно же, мастерство, оно оттачивается годами. И любой опытный мастер никогда не скажет, что он достиг огромных вершин. Потому что виды резьбы меняются, меняются техники резьбы. Появляются новые инструменты, появляются новые станки. И все это нужно осваивать. Торжественное открытие выставки творческой мастерской художественной обработки древесины «Живое дерево» пройдет 1 марта в 16.00 в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 0+. Познакомиться с работами воспитанников и выпускников коллектива, а также увидеть, насколько красивым и необычным может быть дерево, можно будет до 31 марта.